так вот раньше когда выступали там киркоров леонтьев пугачёва королева ну все наши звезды в общем советские у них была обратная связь хоть какая-нибудь хоть кто-то мог им написать там в личке в инстаграм еще где-нибудь о том что он что-то хуёво выступила ты кто дура я сейчас читаю реально комменту этих людей на такие ты чё дура ты чё кончено ты старая ты убогая поешь под фанеру и пошло ты шлюха проститутка звезд ничего что эта женщина так то ну как бы история эти люди ну блять и хотя бы как минимум уважать надо хотя бы по той простой причине что они старше нас на минуточку так и есть такая обратная связь пошла ты нахуй ты кто-то к ты чувствуете ему ёбком живешь прошмандовка это женщине до 60 лет такой пишут 70 гулять посмотришь думаешь ебическая твоя сила вот не было обратной связи на херба она нужна была вот раньше приезжали звезды на концерт выходили собирали цветы овации там аплодисменты и уходили и до свидания эпоху что там кто чего о них думал а сейчас же что есть возможность написать в инсту написать еще куда-нибудь кому-нибудь сняться из потешка какой-нибудь ебучий ролик вот так же и про меня снять вот это ты видели видели вовченко там блять бухает новость тоже мне века вовченко бухать материться голая снимается вот а сейчас есть такое и вы представляете мы какое время проживаем я-то блогеры я не не пою мне этот самый все отлично и нормально а взять звезд молодых сейчас вышли из интернета блогеры вышли которые стали тоже петь у которых актив намного выше чем у этих звезд появились люди вообще ну ну как я простые такие обычные я на самом деле скажу в двух словах что я абсолютно обычный простой человек вот я говорю нахер бы такая обратная связь я абсолютно обычный простой человек такой как вы такой как все приехала из города новороссийского у меня военная семья мама военная была мама мне ты она умерла в девятом году такая смерть знаете не очень короче беременна она умерла от кровотечения я с этим же диагнозом с верочка была больницы кстати тоже еще один момент психосоматики где сказал дай я буду жить и мой ребенок лежит ну собственно так она есть муж и папа военные мама военная брат военный отец нас отправил учиться в новочеркасский институт связи откуда мы благополучно съебались потому что как он говорит у него же так уж меня не было как у всех сейчас солнышки что почитаю так уж меня не было как у всех все бабы шлю про проститутки и все такое вот надо чтобы женщина была как-то как-то правильно не девственница вот другое слово есть более грамотная грамотная это ну напишите если чё короче в общем женщина должна быть вот такая опять же мужики придумали да у женщин должна быть такая женщина должна быть такая она должна быть девочка надо и короче как он отправил нас в этот гадюшник учиться папа сорян если ты увидишь это видео я знаю что папа папе не папа мониторит нет монашка сейчас помню короче не невинная нет там другой целомудренного до того треная целомудренная вот вот и папа решил нас учить тоже вот так уж у женщина шоу женщина должна быть целомудренная и отправил нас в институт связи военный где девочек там маленький батальончик там 20 человек остальном одни ребята у которых стоит 24 на 7 не только у ребят и всех преподавателей и декана и мы таки идем по плацу сейчас подождите вы даже это четко понимаете там же есть своя тема по плацу да извините что я к вам это в лосинах по плацу вы представляете по плацу как ходить после первого подката мы с сестрой просто съебались оттуда и правильно сделали а знаете что нам батик говорит вот доча если бы закончили институт сейчас фокусы найду вот чтобы вы меня видели уже бы квартиры получили по очереди все занавес игру пап ты мне извини от чем валера плохой муж а замуж бы там уже за лейтенантов генералов бы вышли квартиру бы по очереди фу бухая ухожу вы бухая ну тогда ползайте они уходите у ползайте милая у ползайте вот я до сих пор не понимаю папу то есть чем прикол квартиру там по очереди получить и я плац но верну соващийся понятно подождите сейчас подождите еще по у нас время 12 много мы с вами на сидим поговорим все кого я раздражаю если я матерюсь я пьяная напиваюсь у меня скажу так градус только прибавляется вот поэтому можете уебывать спать до понедельника я вам ничем не помогу число короче я группа по в чем проблема все у меня замечательно в жизни я не военный человек я не умею отдавать честь я не умею блять никому подчиняться вообще никому как я могла там быть просто не могла зачем мы делим а просто когда надо было ехать в институт к нам пришло письмо о том что мы поступили я замечательно знаю физику математику этого первого предмета как раз мы взяли порвали письмо и папа когда бегал около почвового ящика искал письмо с приемом выгонять не знаем разводим руки сестрой мы нихуя не знаем не знаем 0 не поступили на экзамены не сдавали на рамы такие тупые мы их задни не сдали вот собственно так вот и произошло как мы избежали всего этого ада потому что это не наше понимаете еще тогда я понимала что надо идти своей дорогой что нихуя не надо кинайте провокации родителей доброго он тоже потому что родители это прекрасно чудесно замечательно но когда родители начинают из тебя лепить и делайте то что ты не есть это ужасно мамочки вот вы меня надеюсь сейчас услышите за творчество за талант и за будущее ваших детей ну а дальше это тема темная что со мной происходило в жизни после того как я отказалась от военного института я как-нибудь книгу напишу потому что тут ни один эфир не выдержит аж и ничего не выдержит надо только книгу писать можно там много интересного напишу именно которая собственно и научила жить когда говорят только рука умные оттуда вот когда тебя жизнь рака поставить много раз научишься по-любому если не дурак научишься дурак ну уйдешь куда-нибудь туда куда-нибудь лучше зачем возвращать любовь а так вот про любовь про там девушка в начале помните про мужчина ангелы мои переходим на мужчину моя любимая тема хотя я больше склонна к женщинам я же женщина я люблю женщин но поговорим о мужчинах как забыть свою как там девушка написала в первом эфире музыку я вам потом stories ее покажу прямо скрин сделать дело что за музыка офигенска нравится я знаю на кайфуте 13 со свекровью мариж дай совет живу 13 лет со свекровью у меня только один совет есть и бегите блядь беги лола беги беги форест беги в своем здравом уме я всегда вижу здесь не только вторичную троичную блять выгоду потому что вы же живете со свекруха почему удобно выгодно у нее жилье есть крыша над головой вам за нее платить не надо но не надо как платить вы что делаете подчиняйтесь а вы обязаны это делать выслушиваете ублажаете своей свекровь отдаете всю энергию ваш брак скоро распадется я вас поздравляю хотите его сберечь с юбовайтесь этой хаты живите пусть и сначала будет это коммуналка пусть это будет сначала комната но это будет ваше жилье ваши четыре стенки где не будет ни одной другой женской души на гиверни на кухне это будет ваша кухня это будет ваша постель ни одна другая баба не будет следить за тем что вы делаете с ее сыном вы должны четко запомнить на всю жизнь что вы это не ко всем свекрухам относится только сейчас клеймоны меня не вешайте у меня золотая свекровь была почему золотая потому что мы с ней общались на расстоянии все мы только приезжали в гости показывали детей она с ними игралась мы уезжали все все было прекрасно замечательно было потому что ее уже два года нет и я ее очень любил это была прекрасная женщина я и много энергии отдавала много любви потому что у меня не было своей мамы на этот момент она уже все умерла я надежь василий подарила много любви и внимания это была прекрасная женщина и я когда пришла к ней в больницу и делала помогала восстановить зрение меняли хрусталики я стояла за дверью стояла плакала когда она говорила о том что моя невестка это мой ангел вы писаете как это приятно слышать бля чьи заплачу опять такие эмоциональные ну как сказать минутки стояла за дверью она такая распыляться как вы не представляете как у меня золотая невестка это мой ангел мой ангел спаситель бля каждая невестки бы такую свекроху лёдь выпить за в обновь так вот что хочу сказать если вы попали в эту ловушку что живете на одном квадратной метре со свекровью вы понимаете что вы с ней не срастались я понимаю что если бы я жила на квадратный метр бабнали я бы с ней тоже не срослась потому что мы обе волевые женщины мы отстаиваем свои границы есть я есть мои привычки мои замашки заеба и все остальное любила свет выключать там пакетики были помыты много раз ну короче свои фишки какие-то я не имела права туда суваться писать если бы я там жила обязательно внесла бы туда свою лепту я бы сказала давай сделаем так давайте сделаем так а давайте мы газетки отсюда с порога уберем а давайте мы покрывала с этих диванов уберем вы представляете я ее мир буду рушить она в нем живет это неправильно и если я хочу что-то делать что-то менять уходите на другую территорию на абсолютно другую территорию пока вы не сделаете первый шаг ничего не поменяется сделайте первый шаг снимите комнату у вас будет цель заработать больше чтобы приобрести квартиру я на марафонах на курсах у меня есть такой эфир по психологии финансовые потоки открыть как-то открыть финансовые потоки пока вы не примерите трубашку на себя вы не поймете насколько она вам велика или мала надо зайти хотите купить машину зайдите в авто салон посмотрите какие машины там есть приценитесь посидите примерьте эту машину на себя хотите купить квартиру сходил и риэлтор денег не берут они берут процент с продажи зайдите возьмите риэлтора и хорошо если и друзья у каждого помню есть и друг риэлтор сходите с риэлтором посмотрите квартиры Примерьте, что там по ценам, что сейчас происходит вообще, насколько это ваше. Вы должны примериться, вы должны здесь немножечко пожить. Вы должны понять, готовы, не готовы. Вы должны сделать первый шаг к своей цели. Если вы находитесь здесь и закрываетесь хуйней под названием «меня все устраивает», вы здесь и будете оставаться, вы никуда не сдвинетесь. Так оно и происходит. Это же психология простая. Мы, вот сейчас начнут за это слово опять бомбить, психология. Я вас уверяю, это срабатывает тогда, когда вы начинаете это делать. Вот пошла, сделала, посмотрела, и каким-то волшебным, как мы называем, образом это начинает работать. Понимаете? Каким таким волшебным? Нет волшебства. Волшебство внутри вас. Вы сами себе волшебники. Хотите что-то поменять? Меняйте. Не хотите, не будет меняться. Но если вы живете со свекровью, вы свою семейную жизнь угандошите на 200%. Зачем вы это делаете? Уйдите, освободитесь. Все. Там стройте свои отношения. Вне ее стен. Она здесь строила, она здесь хозяйка. И запомните, зарубите себе на своем красивом носу. Что если вы живете на территории свекрови, свекры, ну вот где-нибудь на чужой территории, вы обязаны жить по их правилам. Не хотите, уходите. Или живите по их правилам. Принимайте их правила. Иначе... Ибо некуй на моей квартире, на моей хате, на моей кухне выебываться. Я всегда зайду и скажу, а почему тарелки ты, блядь, не помыла, а? А что трусы не постирала? А почему мужа моего не ублажаешь? А хули ты моего Валерочку, блядь, называешь не так ласкательно, как я, а? А что ты на своих детей шапки, две шапки не надеваешь? Понимаете? А ты что мне скажешь? А я хочу выебнуться. Я у себя на территории. Вот я свекруха, например, да? У меня есть дочь, сын, дочь. Женился Юра на проститутке. Ну, а что сразу проститутка? А что не проститутка? Увела мужика из семьи, блядь, в кормилица, а? Охеренный же мужик у меня был. Я что, воспитывала для тебя, что ли, воспитывала? Он мне блины, значит, пёк. Вы же видите, как он растёт. Блины пёк мамке. Посельку заправлял, ухаживал. Помогал. А тут какая-то шалашовка своей завлекла любовью. И тут Юра говорит, всё, мать, я у неё забитый, я хочу жениться. Я говорю, а что у тебя, женилка выросла? Сейчас на повтор поставлю музыку. Я ей говорю, а что у тебя, женилка? Ты вот просто поймите на минуточку, как это происходит. А он говорит, да, мать, выросла женилка. Ну, а я ж начинаю проверять. Тестить, блядь, на уверенность. Понимаете? Насколько эта баба готова с этим парнем быть? Он-то у меня офигеть, самый лучший сын в мире. Я же мать, вы ж меня должны понимать, да, девочки? Вот, поэтому надо тоже расставлять эти самые, ну, как-то, да, и границы какие-то. Во-первых, вовремя заявить, что это тоже не прошмановка. Так и сказать. Ну, если это требуется. Если женщина, ну, ваша свекровь, там, тёща свекровь, у женщин свекровь, ну, желает услышать какие-то такие слова, так скажите, да, всё у нас отлично, всё у нас замечательно. Вот, у меня один курьёз был с моей свекровью, когда она мне позвонила. Она мне позвонила, я ехала в машине, и шо, и где музыка? Она мне задаёт вопрос. Она мне задаёт такой вопрос. Марина, ты чё, не дома? Я говорю, Надежды Васильевны нет. А где ты? Я говорю, подождите, какой-то вопрос, говорю, очень странный. Вы с какой целью интересуетесь? Я там ей немножечко обрубила. Причём я очень культурно всегда общалась с свекровью, очень культурно, очень сдержанно. Уважала её возраст, то, что это мать моего мужа, хотел сказать, сына. Ну, реально, как мой четвёртый, блин. Где? В Тараганде, здесь я. Мать моего мужа. Я, разумеется, с уважением относилась к этой женщине. Я отношусь. Она прекрасного сына родила и воспитала. И она такой вопрос задаёт. Где? Чё? С кем? У меня такое ощущение было, как будто она меня проверяет. Реально, она такая сканирует. Надежда Васильевна, говорю, вы мне извините, у меня прям аж голос повысился, охамела, говорю, вы меня извините, но вы задаёте совершенно некорректные вопросы. Вы с какой целью интересуетесь? Просто сразу отсекла. Я не стала играть из себя целку фанатку, фею, блядь, идеальную женщину. Я просто ей ответила. Она говорит, ой, Марин, извини, я, наверное, не вовремя позвонила. И в последующие разы, когда она мне звонила, она сначала задавала вопрос. Марин, тебе удобно говорить? Я не отвлекаю, извини, что позвонила. Понимаете? Так, если бесят эти вопросы, возьмите и ответьте. Не надо делать из себя идеальную женщину. Возьми и ответь. В чём проблема-то, а? Мы же бабы тоже такие суки. Вот вы вырастите, вот, девчонки, запомните, вырастешь, только детей воспитаешь, тебе будет звонить вот эта вот невестка, или ты будешь ей звонить. Такой же, блядь, вопрос дебилый задашь. Если тебя вовремя эта невестка не отсечёт, не обрежет, ты ж не одумаешься. Любимого сына увела же, а, баба? Понимаете? Тоже везде адекват надо иметь. Верни ту музыку. Да, я не помню, как выглядела эта вот заставка. Когда она умерла, ей было восемьдесят девять, по-моему. Семьдесят девять восемьдесят. По-моему, под восемьдесят. Восемьдесят. По-моему, восемь. То ли восемьдесят, то ли восемьдесят один. Что-то такое. Семьдесят девять, восемьдесят один. Не молодая, в общем. Сейчас сохраню эфир и заново выйду. Очень часто снятся одни и те же люди. Вы не вспоминайте. Окей, вы не вспоминайте, а вы их там держите всё равно в подсознании. Что-то с ними там вас связывало, с этими людьми. Зять загоняет меня. В смысле загоняет вас? Я могла бы себя представить в отношениях с женщиной? Нет. Исключительно только если для плоских утихов. Больше никак. Ну и то не представить, я не скрываю. У меня всё было в жизни. Когда мне пишут девчонки или просят совета по поводу Марина, а вот в ней муж говорит, хочу секс там втроём. Так, двадцать одна минута. Продолжаем после перезагрузки. Свекрухи, халища, свекрухи. Так, перезагружаемся, иначе у меня двадцать первая минута сейчас вылечу. Продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...